ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это «Факты» на девятом. Здравствуйте. И начинаем с масштабного рейда, который проходит сейчас по всем российским дорогам. Началась охота на нетрезвых водителей. Полицейские по всей стране вышли в рейды на улицы города. Слишком много в последнее время в сводках ГИБДД аварий по вине пьяных автовладельцев. В Краснодаре ночью водители проверяли на трезвость особый батальон ДПС и силовики. Сотрудники ОМОН и полицейские за 6 часов работы задержали более 100 нарушителей правил дорожного движения. И у каждого 12-го из них в организме был обнаружен алкоголь. Полицейский из 15-го, кстати, впервые участвовал в подобном рейде. И работ у них оказалось предостаточно. В этом рейде сотрудники ОМОН принимали самоактивное участие. Есть категория граждан, которые были пассажирами, которые вели себя неадекватно, невменяемо. И с данной категорией работали сотрудники ОМОН. Депутату Госдумы уже предложили ужесточить наказание за ДТП, совершенное нетрезвым водителем от 15 лет до пожизненного тюремного заключения. И это после аварии в Москве. Там водитель Тойоты на высокой скорости врезался в автобусную остановку. Семерых сбил насмерть, у троих переломы. Как выяснилось, водитель был в двухдневном запое. Похожая авария произошла в Краснодаре. В минувшую пятницу на перекрестке улиц Стасова-Бургасская автомобиль вылетел на остановку трамвая. Пострадали четыре человека. По одной из версий следователей, водитель был нетрез. Сейчас ведется следствие. Ну и возвращаясь к инициативе депутатов, сегодня ее поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. За ужесточение наказания для пьяных водителей высказался и губернатор Краснодарского края. Сегодня в своем твиттере Александр Ткачев поддержал инициативу депутату Государственной Думы. Цитирую. Я считаю так. Попался нетрезвым хоть раз лишать прав пожизненно. Устроил в таком состоянии ДТП максимальный тюремный срок. Как убийцам. Полностью поддерживая мнение ужесточить наказание нетрезвым водителям. Пьяным шумахерам надо напрочь отбить. Желание садиться за руль. Конец цитаты. И я добавлю, депутаты Госдумы планируют обсудить предложение об ужесточении наказания для нетрезвых водителей уже на этой неделе. Большинство кубанских избирателей уже определились со своими политическими предпочтениями на грядущих выборах депутатов краевого парламента. Таковы результаты работы Краснодарского центра исследований общественного мнения. Позади первая неделя агитационной кампании и многие эксперты уже успели назвать ее на редкость спокойной. Исследование показало готовность избирателя прийти на избирательные участки. У нас достаточно высокий показатель так называемой явки на избирательные участки 43%. Данные, я бы не сказал, что как-то отличаются от общероссийских. Мы практически повторили цифры последнего исследования в ЦИОМ, которое опубликовалось на сайте 16 сентября. Они показали рейтинг партии «Единая Россия» от активного электората 46,5%. И на процентов у нас получилось 47%. У нас чуть повыше, но я думаю, это традиционно просто позиция Краснодарского края, у нас чуть выше рейтинг КПРФ, коммунистической партии Российской Федерации, составляет 13%. Список лидеров политических предпочтений кубанцев сегодня выглядит так. В фаворитах партия «Единая Россия» на втором месте с огромным отставанием от лидера КПРФ едва переваливает за минимальный избирательный порог в 7% партии ЛДПР. На самой шаткой ступени с 6% голосов партия «Справедливая Россия». Таким образом, у ее кандидатов есть реальный риск вовсе не попасть в законодательное собрание края. Если именно так партии распределят между собой места в Кривом парламенте, то он по своему фрукционному составу практически полностью скопирует Государственную Думу Российской Федерации. По словам экспертов, такой вариант вполне предсказуем. Совпадение результатов общероссийских уже де-факто и ожидаемых в Кубанском парламенте, наверное, говорит о близости позиции нашего региона и федерального центра. Хотя бы потому, что регион является прогрессивным и та политика, которая сегодня формируется в федеральном центре, она близка нашим избирателям и ими поддерживается. Другое дело, что то распределение сегодня предпочтений, которое мы видим, оно может кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Это вопрос, как говорится, вкуса, но это объективная реальность, это то, с чем живет сегодня политическая система России. Однако, придя на выборы 14 октября, избиратели увидят достаточно обширный и разнообразный список в бюллетенях 16 политических партий. Названия некоторых из них, возможно, даже будут ими незнакомы. А все это новые партии, появившиеся, как говорят политологи, благодаря либерализации политического законодательства и, по мнению экспертов, принимающие участие в выборах, с одной единственной целью – создать электоральный шум, ну, проще говоря, заявить о себе. Ну и, как следствие, доверие новички пока не вызывают у кубанцев. Да и так называемые «середнички» тоже вряд ли сумеют заполучить заветные кресла в краевом парламенте. Несмотря на то, что процент тех, кто еще не определился с выбором, достаточно высок. Ни яблоко, ни патриоты России, на мой взгляд, они не смогут пройти горнило испытаний избирателям и, соответственно, вряд ли попадут в кубанский парламент. Примерно 25% еще определится в последнюю неделю и, скорее всего, это будут люди, которые проголосуют за списки «Единой России». Это заслуга тех людей, которые подобрали правильно кандидатов и расставили, особенно по одномандатным округам. И люди будут голосовать не столько за бренд «Единой России», сколько они будут голосовать за конкретного человека, которого они много лет уже знают. И все же, пока все это только прогнозы ученых-социологов, насколько они окажутся точными, станет известно уже через три недели, 14 октября, когда кубанцы сделают свой выбор. Теперь о выборе, который уже сделали инвесторы на экономическом форуме в Сочи. Бизнесменов и политиков на экспозиции этого года было больше 7 тысяч. И чтобы увидеть все предложения регионов, им пришлось обойти площадь примерно в 7 футбольных полей. Какие в итоге приняты решения и как они изменят Краснодарский край, увидела Ирина Кизельбашева. Валерия Меладзе, Потапа Настя, Кубанский казачий хор «Джипси Кингс» и «Океан Эльзе» – последний, как по секрету, Александр Ткачев – одна из любимых его групп. Прием Александра Ткачева, несомненно, стал одним из самых ярких событий 11 форума. Как настроение? Вам здесь нравится? Мне тоже. Мы стараемся, чтобы вечером после тяжелой работы мы немножко отдохнули, немножко развлеклись. Это, на мой взгляд, очень правильно. Так или нет? Да! Здесь, в Сочи, нас ждут перейти не только Олимпийские игры 2014 года, а знаете, что еще нас ждет здесь? В октябре 2014 года здесь, в Олимпийском парке, будет Гран-при «Россия-Формула-1». Концертная программа закрыла второй самый продуктивный день форума. А уже утром Александр Ткачев подсчитал инвестиционный улов вместе с главами всех муниципалитетов края. Каждый из них был представлен на форуме. Всего более 1800 проектов. Большинство новых. Черноморское побережье в центре внимания. Марина, реконструкция набережных, гостиничные комплексы. Геленджик нашел инвесторов для строительства многоэтажек, спортивных объектов и развития туристической зоны. А вот Туапсинский район, хоть и известен как морской курорт, предлагает отдых в горах. Причем уникальность проекта, то что здесь, на юге, все привыкли ориентироваться именно на развитие Черноморской курорции. Данный проект предлагает именно развитие горнала. Пресота 1600 метров. На верхней точке, на нидней точке 800. Краснодар, кстати, лучший в стране город для ведения бизнеса. Не остался без внимания инвесторов. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистом Владимир Явланов, мэр столицы Кубани. Даже пришел губернатор Александр Ткачев. Он говорил о крупных контрактах. Для примера 7 миллиардов рублей пойдут на реконструкцию аэропорта. Безусловно, столичный город, его сегменты определяющие, что статус столичности и главного города. Модернизация начнется в следующем году. А что касается взлетопосадочной полосы, то уже в следующем году мы закончим. Она будет у нас совершенно новая. Значит, будут принимать любые типы самолетов. Это, конечно, гостиничное хозяйство. Это, конечно, спортивная база. Наши преимущества мы строим современные абсолютно, с хорошими проектами, спортивные сооружения. И, естественно, город спорта, это будет вообще аналога нет в мире. Чтобы в одном месте было светочено такое количество спортивных объектов. Контролировать в том числе и строительство спортивных объектов можно будет с помощью электронного правительства. Губернатор оценил разработку и настаивает на ее скорейшем внедрении. Мне важно, чтобы не только это было в рамках наших выставочных, администраций, но каждый район, каждый муниципалитет, каждая организация, администрация и коммерческая. Каждый человек знал, руководствовался этим. И во многом доверие между властью и людьми будет лучше значительно. Это только улучшит жизнь, качество жизни. И спрос будет, и контроль. Всего в этом году с инвесторами подписано 244 соглашения более чем на 340 миллиардов рублей. Деньги направят в развитие топливно-энергетического и строительного комплексов промышленности, АПК и сельхозпреработки региона. Ирина Кизербашева, Анжелика Капушева, Валерий Пятов, Денис Москаленко, 9 канал, Сочи. Возвращаемся в Краснодар, где к расследованию причин пожара в одном из крупнейших торговых центров города – галерея. Редкое затишье. Ни госпожнадзор, ни прокуратура не озвучивают даже предварительные причины возгорания, как и добывает. При таких происшествиях следователи продолжают выяснять, где именно располагается очаг возгорания и что могло стать причиной возникновения огня. Сейчас галерея работает в обычном режиме. Закрыт только третий этаж, где находится кафе и кинотеатр. От воды и пены пострадали магазины, которые находятся ниже. Сейчас владельцы бутиков подсчитывают ущербы. Напомню, возгорание в одном из самых крупных торговых центров Краснодара произошло в субботу утром около 7.30. Пламя охватило 600 квадратных метров третьего этажа, кинозал, складские помещения, нескольких магазинов. По словам спасателей, во время ЧП не сработала автоматическая система пожаротушения. Спасатели как раз вызвали охранники, галереи. Когда случилось возгорание, в здании не было ни сотрудников, и в огне никто не пострадал. Это еще не все факты. Вот что будет далее в программе. Большой ремонт в Краснодарском аэропорту. Международные внутренние терминалы станут просторнее. Кубанская Коста-Русса ничем не хуже Коста-Браво. Других европейских курортов Туапсинский район включился в серьезную конкуренцию. И в эти минуты хоккейная Кубань пытается остановить локомотив в Ярославле. Победа принципиально обеим командам. Об этом и не только сразу после рекламы. Она пройдет быстро. Спасибо, что смотрите нас. Мы продолжаем. Как купить бронетранспортер? Сколько стоит боевая машина пехоты? Легален ли в России рынок военной техники? Этими вопросами задались корреспонденты программы «Такая жизнь» и отправились к коллекционерам. Искали тех, кто в булочную на танках ездит, а нашли универсальные лекарства сразу от двух российских бед. Дураков и дорог. Ощущения нереальные. Несмотря на то, что эта штука притворяется тягачом, это все равно танк. Очень хочется стрелять. Блокбастер «Такой жизнь» о домашних танках. Смотрите сегодня в 8 вечера. Добавлю, что программа не предусмотрена для просмотра детьми младше 16 лет. В Краснодарском аэропорту построят новый международный терминал. Он будет соответствовать мировым стандартам и сможет обслуживать от 400 пассажиров в час без очередей. Соглашение о реализации проекта развития аэропорта на сочинском форуме подписала компания «Базел Аэро» с администрацией края. Построить новый терминал планируется до конца следующего года. Причем только одним международным аэропортом проект не ограничивается. Второй этап это будет настройка полноценного терминала для внутренних перевозок, который позволит повысить перевозки с 500 до 2000 пассажиров практически в 4 раза. Данный проект невозможен без партнерства с краем и с городом. Мы получаем полную поддержку во всех направлениях. Очень этому рады. И постараемся со своей стороны приложить максимум усилий, чтобы этот проект не только был задуман, но и реализован. Развивается край, поэтому, конечно, растут и объемы перевозок, растут по требностям. Поэтому мы с твоей стороны всячески приветствуем этот проект. Будем оказывать все необходимые средства. Достроить терминал для внутренних перевозок планируется до 2016 года. Общая сумма инвестиций в проект составит более 7 миллиардов рублей. А вот авиакомпания «Кубань», которая базируется в международном аэропорту, пока может похвастаться только передовыми позициями в рейдинге задержанных рейсов. Список непунктуальных перевозчиков августа сегодня опубликовала пресс-служба «Росавиация». И авиакомпания «Кубань», не отправив вовремя, 177 самолетов, заняла вторую строчку. На первом месте «Вимавиа», где стабильно опаздывал каждый пятый самолет. Третье место у «Уральских авиалиний». Они заставили ждать пассажиров 368 рейсов. В июне авиакомпания «Кубань» была хедлайнером рейтинга по задержке рейсов. По данным «Росавиации», вылететь вовремя не смогли полторы сотни бортов. В среде них рейсы из Краснодара в Ираклион, когда ночь в Кубанском аэропорту провели 140 пассажиров. Вылеты в Грецию они ожидали больше 10 часов. В июне авиакомпания задержала каждый десятый самолет. В среде рейсы из Краснодара пять бортов не смогли вылететь вовремя из-за технической неисправности. Но самыми пунктуальными в августе признаны компании «Ютэйр», «Экспресс», «Трансайра» и «Сибирь». У них процент задержек меньше трех. То есть практически все самолеты совершали рейсы вовремя. В Туапсе появится двухуровневая набережная. Проект по ее созданию был представлен в Сочи. Местные власти планируют модернизировать около 800 метров прибрежной территории. Проект реконструкции предусматривает строительство двухуровневой набережной. Что сделано с той целью, чтобы люди без приказа могли попадать на берег через железнодорожные губи. Помимо проектов по реконструкции в части города на форуме показали проекты по развитию всего Туапсенского района. В общей сложности 42 бизнес-предложения на сумму свыше 65 миллиардов рублей. Из них 5 считаются наиболее приоритетными. Один из интересных проектов это проект «Южная звезда», который планирует создание нового типа поселка на площади 1150 гектаров. Этот проект начинается с освоения именно курортной территории. В дальнейшем предусматривает развитие социальной инфраструктуры. Помимо строительства поселка «Южная звезда», в районе собирается расширить курортный комплекс «Коста-Руса». Он включит в себя гостиницы, аквапарк, теннисные корты, яхтенную марину, стоянку на воде. В районе появится и новый горно-климатический курорт «Гора Семиглавы». Комплекс может принимать до 12 тысяч человек одновременно. В администрации рассчитывают, что через несколько лет Туапсенский район сможет поспорить с ведущими европейскими курортами. Итогом работы на инвестиционном форуме в Сочи стали подписаны соглашения на сумму более 2,5 миллиардов рублей. На форуме в Сочи департамент жилищно-коммунального хозяйства края представил комплексную систему управления и учета коммунальных ресурсов. Как работают новые технологии, можно было проследить на примере города Абинска. На городских трубопроводах и энергосетях по проекту установили приборы, которые онлайн контролируют все расходы потребителей. Полученные данные специалисты смогут мониторить круглосуточно. Это поможет оперативно отреагировать в случае экстремальной ситуации. Если расход воды, к примеру, внезапно возрастет в несколько раз, это будет первым сигналом об аварии на линии. Своевременно определять эти аварии, анализируя суточный график потребления, тем самым сберечь ресурсы, которые бывают у нас сутками, вытекает где-то даже вода из трубы. В этом случае мы, упреждая, можем своевременно, еще когда вода даже не показалась, не проявилась где-то на поверхности, уже по показателям приборов, которые позволяют точно фиксировать эти показания, это все выявлять. На форуме Крывы департамент ЖКХ представил 17 инвестиционных предложений на общую сумму около 1 миллиарда рублей. Это и строительство очистных сооружений, канализационных коллекторов и полигонов по утилизации твердых бытовых отходов. Направления выбраны разные, но все они ориентированы на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, а в итоге призваны повысить качество коммунальных услуг. Власти Тимошевского района на Международном экономическом форуме в Сочи подписали 12 соглашений на сумму более 14 миллиардов рублей. Там появится новая теплоэлектростанция и яблоневый сад. Мощность существующего завода по производству консервов с горошком, фасолью и кукурузы будут увеличены. Для района эти проекты не только экономически значимы, но и социально ориентированы. После строительства газопоршневой электростанции, модернизации производства консервного завода, в районе появится больше 200 новых рабочих мест. Не менее важный проект строительства нового жилого микрорайона. Для его реализации требуется инвестор. У нас, к сожалению, нет активной застройки, поэтому мы очень надеемся именно на этот микрорайон. Мы довольно серьезно проработали некоторые из наших проектов. Это и тот, который представлен на стенде. Это жилая застройка, микрорайон. Сумма инвестиций первой только очереди – это миллиард рублей. Планируется, что микрорайон «Западный» будет располагаться на площади в 40 гектаров на берегу реки Курпили. Запланированы как индивидуальные, так и многоквартирные пяти- и девятиэтажные жилые дома. Помимо этого полностью организуют социальную инфраструктуру. Появятся несколько детских садов, школы, спортивные объекты. Первый большой концерт молодой радиостанции «Казак-ФМ» прошел в Лобинске. На главной площади города собрались сотни жителей, большинство из них – постоянные слушатели. Лобинчане говорят, что давно хотели познакомиться с ведущими «Казак-ФМ», голоса которых слышали только в эфире. Люблю «Казак-ФМ» безумно. Безумно люблю. С ним очень интересно. Слушаю вечером и днем, с утра до вечера. Это вся моя жизнь. Песни. Песни казачьи. Интересные, красивые. Все мне там нравится. Для зрителей радиостанция подготовила много сюрпризов. Концерт начался с выступления ансамбля «Креница». Позже любимые песни радиослушателей пели сами ведущие «Казак-ФМ». Горжусь нашими казаками, потому что они защищали нашу Родину. Во время концерта в Лобинске пошел сильный дождь. Но это не испугало зрителей. Они продолжали танцевать под ритм от «Казак-ФМ». Очевидным подарком для гостей стало выступление песниров. Больше часа они исполняли полюбившиеся слушателям песни и новые композиции. Подобные праздники прошли также в Курганецке и Гулькевичах. А в эти минуты хоккейный «Купань» проводит заключительный матч первой выездной серии чемпионата высшей хоккейной лиги. Наша команда встречается на льду с Ярославским локомотивом. Сейчас идет первый период и счет на данный момент 0-0. Но итог игры уже в следующем выпуске «Фактов». Допавлю, что накануне краснодарцы одержали вторую победу в чемпионате. На «Чужом льду» они обыграли «Минскую юность» со счетом 4-1. О других новостях спорта далее в нашем дайджесте. Футбольная «Купань» потерпела второе поражение под руководством Юрия Красножана. Краснодарцы в гостевом матче уступили казанскому «Рубину» с минимальным счетом 0-1. Единственный мяч хозяева забили в самом конце первого тайма. Это поражение сместило «желто-зелено» в турнирной таблице на одну позицию вниз. Теперь «Купань» занимает 8-е место. Следующий матч краснодарцы проведут в субботу дома. Соперник один из лидеров чемпионата – Грозненский телец. А «Кубаночка» одержала вторую победу подряд. В четвертом туре чемпионата России краснодарки на своем поле уверенно переиграли «Саранскую мордовочку» со счетом 2-0. Авторами голов стали Татьяна Романенко и Ильина Якупова. Победа в матче позволила подопечным Татьяне Зайцевой сохранить место в лидирующей группе. С семью очками «Кубаночка» одели третье, пятые места с подмосковным «Зорьким» и столичным ЦСП «Измайлова». Свой следующий поединок краснодарки проведут 1 октября. В рамках пятого тура в гостях они сыграют с Дончанкой. Спортсмен из Краснодара Антоний Савчук стал победителем первенства мира по тяжелой атлетике. На соревнованиях в Словацком Кошице в сумме двоеборья кубанский спортсмен поднял 375 килограммов. Это на 39 килограммов больше, чем у серебряного призера из Азербайджана. Савчук выступал в тяжелой весовой категории. Стоит отметить, он стал единственным спортсменом в составе российской сборной, кто занял первое место. Волейболисты краснодарского «Динамо» вышли в полуфинал Кубка России с первого места. Заключительный матч второго тура предварительного этапа Кубка страны против «Локомотива» «Изумруд» завершился победой «Белоголубых» 3-0. Матч для «Динамо» носил принципиальный характер. Екатеринбургская команда, единственная в первом туре, нанесла поражение краснодарцам. Ранее в рамках второго этапа волейболисты уверенно обыграли «Аку» и дубль «Урала», но уступили его основному составу со счетом 3-2. Тем не менее, количество набранных очков позволило краснодарцам остаться на первом месте в зоне. Вроде бы первое место. Я думаю, что первое место нормально. Мы так никогда не начинали. Мне даже немножко страшновато, что мы начинаем с первого места. Мы постараемся, конечно. Мы еще не раз в финале Кубка. Было бы очень интересно хотя бы туда попасть. А там уже дальше посмотрим. Полуфинал Кубка России пройдет в ноябре, так что следующую игру краснодарцы проведут уже в рамках регулярного чемпионата. 29 сентября «Динамо» в гостях встретится с пермским прикамьем. Ну а теперь к нам присоединяется синоптик фактов. Дмитрий Крамарь. Уже в студии. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, Катя. Ну что, первый осенний месяц практически на исходе, а у нас, ну, почти лето. Надолго ли? Да. У нас был маленький кнут. Два-три дня дождей были на выходных. А сейчас вновь вернется солнце, тепло и лето продолжится. И надолго? Конечно, надолго. Для вас, Катя, сколько захотите. Ну а для других зрителей все подробности через минуту. Добрый вечер всем. Вот и закончились грозовые выходные. Осадки были почти по всему краю. Самые сильные в Туапсе и в Краснодаре, а на побережье даже смерч наблюдали. Но, к счастью, все закончилось хорошо. А вот жителям Кропоткиной и Белой Глины повезло, потому что дождь туда не нашел дороги. Он где-то заблудился по пути. Но это было, скорее всего, маленькое исключение из общей мокрой картинки. Многие, я уверен, испугались и подумали, неужели началась осень? Так, не надо паниковать. Мы на Кубани живем. Пока сентябрь не закончится, лето не отступит. И прогнозы-то подтверждают. Сами посмотрите на карту Европейской части России. Вообще, почему были дожди? Да потому что через нас, вот мы, проходил атмосферный фронт. Вот эти облака. В данный момент над нами навис новый атмосферный фронт. Сейчас он над Ростовской областью, центральной России и Украиной. Вот эти облака. Но воздушные потоки движутся не вот так, а вот так. То есть параллельно нам, а значит фронт уйдет на Урал и нас не затронет. Есть закон такой. Если атмосферный фронт за собой несет похолодание, то следом автоматически начинает расти давление. А высокое давление приводит к образованию антициклона. Что с нами и произошло. За этим атмосферным фронтом воздух зашел более холодный, температуры опустились, давление стало расти. И вновь над нами установил власть антициклон. Вот видите, все чисто, ясно, прозрачно видно. Поэтому в нашем крае вновь установится отличная погода. Зонтики можете выкладывать из сумки, машины смело намывать до блеска. Осадков долго не будет. На небе солнечно, а вот ветер будет дуть у нас с юга и юго-запада. Что это значит? Значит, тепло продолжит поступать в наши земли. Прекрасные, поэтому ночью будет 11-16, днем в среднем 23-28. Отличные погоды и температуры для сентября. Так что тихо, будь спокойно, в предгорьях и низинах возможны туманы. Отличная погода. Во, девушки, можете одевать спокойно, светлое, новое. А также смело делать помпезные прически на голове. Никого не сдует, не намочит, я обещаю. Рейтинг теплей всего ожидается на побережье. Туапсе, Геленджик, Сочи 27-26. Самый низкий показатель на Востоке, Лобинск, Курганинск и Мостовском 23. Краснодаре так же, как и везде, ожидается без осадков. Температуры отличные, комфортные. Утром 20, днем 27, вечером 22. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление. Да, оно еще ниже нормы, но с каждым днем все больше и больше будет расти. Готовьтесь, неделя ожидается очень солнечной, теплой и сухой, поэтому простывших и заболевших не должно быть. Наслаждайтесь последними теплыми деньками, укрепляйте иммунитет и следите за своим хорошим настроением. Я искренне желаю, чтобы в вашей жизни было много любви и удачи. Пока.